Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то, ребята, как-то... Всем доброе утро. Фиговый, наверное, Wi-Fi, да? Продолжение следует... Приветики, приветики, мои дорогие. Я сейчас перейду в другое место, где будет получше Wi-Fi. Если у вас есть терпение, подождите. Что-то на пляже сегодня как-то не очень. Прощайте, павильончики. Тут по-взрослому готовятся к отдыху. Видите, в облачко, под пиво. Хорошего отдыха. Вот, вода очень тёплая. Видите, очень много людей купаются. Это уже соседний отель. Очень классная погода. Очень солнечно, очень тепло. Вечером вчера был такой какой-то ветер. Непонятный. Очень красивые здесь в Кимере сосны. Вот они мне здесь напоминают. Вот эти вот брокколевидные сосны, которые в Италии и в Испании, да? Кто был в Италии и в Испании, помните, понимаете, о чём я говорю? Вот здесь сочетание пальм и вот этих вот сосен. Ну, горы, само собой. Вот. Повалялась часик на море. Подышала. Море теперь увижу в конце ноября в Хукет. Сейчас уже через час уезжаю из отеля. Иду в свой номер. Вот этот вот номер с огромной верандой. Весь засыпан хвоей. Вчера прям ветер поднялся. Я как раз сидела вот на этих вот креслицах. Поднялся ветер. И всё, блин, полетело, полетело, полетело. Видите, сколько сосен от этой фигни. Они ещё не успели даже убрать. Это у кого снег уже, ребят? Так, номер 2133 у меня. А то сейчас Алена, королева наша, должна прийти. Спрашивает меня, какой номер. Я говорю, не помню. Сейчас приду, напишу. А то она это, должна забрать упаковочку для короны. Видите, уже всё почти собралась. Ставила ещё зубную щётку. Тут мои 100 красивейших роз. Ребята, они так пахнут. Это что-то нереальное. Вот, снег. Снег – это что-то вообще страшное. Вот, практически собралась. Пининь, точно. Практически собралась. Очень хорошо, что у меня часть вещей забрала Яна. Часть вещей у меня забрали ребята. Они мне прям очень помогли. Икра. Да, это мне привезла Лора из Хабаровска. Она лежит в холодильнике. Заберу её в Москву. В общем, практически уже готова. Практически уже готова. Снимаем шляпу. Снимаем очки. Вот, номер у меня был хороший. Такой вот большой, видите, да? Большой такой номер. Балкон огромный. Я вам уже его показывала. Очень большой прям такой вот балкон. Он на протяжении всего номера, даже угловой. Вот. И спальня. В спальне у меня беспорядок уж, извините. Главное, евро не забыла оставить. Мальчику, который убирается. Вот. Хороший номер. Водичка. По туру я тоже буду скучать, мои дорогие. Это мои таблеточки от горла. Это я пью добавку глюкозамин для суставов. Глюкозамин максимум. А это я пью для вен. Вена-рус. Тоже очень хороший состав. Это все надо выбросить. Ну, естественно, я всегда пью воду. Вот. Не скучайте, ребят. Сегодня уже, конечно, не выйду из Москвы в эфир. Вечером приеду и буду отдыхать. Еще сегодня планирую. Горенькая, как всегда. Ну, извините, что я в купальнике пришла с пляжа. А то есть я должна была здесь, наверное, в шубке погулять, да, при температуре 30 градусов в тени. Юмористы. Вот. Так что в Магадане тоже снег, ребят. Ну да, ну снег это, конечно, прям, блин, жесть. Сейчас я напишу еще Алене номер комнаты, чтобы она зашла. Так, где у меня все эти? Покой и пространство. Да, я люблю, я не люблю маленькие номера, вот, люблю большие номера, даже когда я приезжаю ненадолго. Это тоже от Горло. Гомеовокс, который мне не особо помог. Вот. Здесь в номере, естественно, чайник, чай, кофе, два холодильника. В холодильнике куча напитков, я никогда сюда не заглядывала. И вот это вот, собственно говоря, икра, которую мне Лора привезла. Я ей написала себе бумажку, чтобы ее не забыть. Вот. Это я сейчас, кстати, с нового айфона. Все-таки новым айфоном я довольна, потому что очень хорошая камера. Это раз. И, кстати, зубная нить. У вас вот есть зубная нить? У меня всегда есть зубная нить. Это очень хорошая зубная нить. Мелочь неприлично на чаевые оставлять. То есть, один евро неприлично, вы считаете, в Турции на чаевые оставлять. Ну, вы знаете, мои дорогие, один евро – это вполне себе прилично. Оставить на чаевые в Турции. Я каждый день оставляла по одному евро. Помадка моя. Вот эта вот любимая Шамель. Она такая, знаете, очень нейтральная. Она такого же цвета, примерно, как у меня вот ногти. Очень нежная. Вот. Ну и, собственно говоря, коллекция. Так, сейчас пишу Алене, какой у меня номер. А то я реально не помню. И немножко мы поболтаем. Так. Алена. Номер. Жаль, что все закончилось. Ребят, ну, все закончилось не навсегда. Естественно, уже я вам уже много раз говорила. 21.33. Муникюр, блин, на трос. Надо делать. Уже скоро, уже скоро, ребят, тур в Турции. В какой Турции? Заговорилась совсем. Уже буквально совсем-совсем скоро тур в Кисловодске. Да, совсем скоро. В Кисловодске тур он начнется... О, сейчас, секунду. В Кисловодске тур начнется уже 27 октября. Через две недели уже тур в Кисловодске. А затем уже Пукет. Новогодний. Ну, ребят, я Розу с собой, конечно, не повезу. Вы что, смеете, что ли? Затем уже новогодний. Да, Лора сказала, что икра в Хабаровске очень вкусная, не соленая. Я, в принципе, икру люблю, но соленую икру есть не могу. Поэтому, когда она мне привезла, она говорит, у вас такой нет. Я прям ей говорю, спасибо, спасибо, спасибо. Вот. Что еще хотела сказать? Ребят, в WhatsApp для Тура на Пхукете я миллион раз писала. И сейчас я... А, я выложила только про Кисловодск. Сейчас я сделаю еще сторис с WhatsApp для Туры на Пхукете. Если хотите попасть в тур на Пхукете, реально поторопитесь, потому что желающих очень много. А так как в Турцию 54 человека, я взять не могу. У меня максимум будет в туре 25 человек. Поэтому места бронируют. Нет, с группой я Новый год встречать не буду. Зачем же мне в группе встречать Новый год? У меня есть с кем встретить Новый год. А у нас будет тоже вечеринка, естественно, на Пхукете. Мне больше нравится Альвадонна в Белеке. Я об этом уже говорила. Вот сейчас в Википедии искала статью про себя. Никогда ничего не читаю про себя в интернете. Но вот нашла тут такую статейку, быстренько пролистала. Убиенный супруг Санжаровский. Вот, почитала. Одну. Там много всего написано. Ну, много вранья. Хотя в этой статье не очень много вранья, но есть ошибки. Вот. Но это не важно. Знаете, что я вам хотела сказать? Наконец-то посмотрела свое интервью с Итаном. Интервью реально очень крутое. Всем вам рекомендую. Сейчас покажу. Вообще, у мальчика огромное количество интервью. Итан Кит. Заходите в поисковик, вбиваете Итан. Итан Кит. Он прям первый открывается. И первое интервью со мной, Елена Санжаровская. Посмотрите, интервью много. Седокова, Ермолаева, Федунков, Боня, Айза, братья Сафоновы, Вахтан, Кнатан, Валуев. Очень много интересных интервью. Поэтому посмотрите. Вот мое интервью заключительное. Давало его летом. Было интересно. Вот. Ну что, ребят. Тур закончился. У всех, знаете, такое немножко грустное настроение. Потому что реально мы смотрели вчера. Понравилось. Как вам? Интервью такое, знаете, оно все сплошной экспромт. Не знала, какие мне будут задавать вопросы. Господи, купальник под гирю не подходит. Но гиря уже априори должна быть. Не знала, какие будут задавать вопросы. Поэтому не готовилась. Отвечала так быстро. Вот. Но всем, кто посмотрел, всем нравится. Про тур. Тур закончился. Всем грустно. На самом деле, каждый раз, вот, наверное, так думаю. Но не буду врать. Не каждый раз. Хочу сказать, что этот тур был особенно классным. Был особенно классным. Потому что были очень крутые девчонки. У меня всегда крутые девчонки. Но на этот раз они были крутые. Они были красивые. Они были спортивные. Очень много было очень душевных девочек. Очень душевных. И я... Ребята, я вообще не думаю про девушку из ТНТ. И похудеет Леона Варник, это проблема этой девушки. Да. У меня все, кто хотят, все худеют. Да. Платье было красивое. Татьяне Мельник. Спасибо. Поэтому похудеет она или не похудеет, это ее проблемы. Не мои. Мне это как бы вообще не интересно. Я знаю, что я могу сделать все, чтобы человек похудел. Вот. А дальше уже... Не, ну, ребят. Одних и тех же у меня было этот раз человек 20, наверное. Ну, человек 25 было тех, кто у меня был уже не первый раз. А кулон Time Deluxe Brand Татьяна Мельник. Вот. А вы другая сейчас, нежели 3-4 года назад. В каком плане другая? В плане пластики? Ну, в плане пластики, да. Я после этого сделала 4 года назад примерно. Я сделала грудь, я сделала блефоропластику, я удалила камки без ша. Я сделала нос, хотя у меня как бы форма осталась, но перегородка, видите, горбинка все равно есть. Не убирала горбинку, не уменьшала кончик, но тем не менее, все равно он поменьше. Поэтому понятно, что другая, по-другому выгляжу. Ну, и очень ухаживаю за собой. Ну, вот. Про девчонок в туре. Очень много было девчонок, реально, знаете, очень таких душевных. Потому что я очень чувствую в людях искренность. Я вообще очень чувствую хорошо людей. Я прощаю многим. Нет, в Пятигорскому я больше не приеду. Я буду проводить теперь туры в Кисловодске. Я об этом уже говорила. В Кисловодске будут такие же туры, только там будут базы, на которой мы проводим туры. Миллион раз лучше, чем она была в Пятигорске. А вот. И, да, у нас классная атмосфера. Я очень хорошо чувствую людей. Я в людях разбираюсь. Я как бы от людей ничего не требую. Люди разные. Но я на одной волне с теми людьми, которые мне близки. Может быть, это не видно, да? Может быть, на видео я больше... Спасибо, я вас тоже люблю. Нет, «Газпром» Наташа не старше меня. Зачем раскрывать секрет? Нет, Наташа будет 50 лет в январе. Два года назад, когда она прилетела ко мне в первый раз в тур на Пхукет. Ей было 48, мы ее поздравляли. И вот сейчас, если они полетят на Пхукет, то там мы будем праздновать ей 50-летие. А если не полетит, то будет праздновать 50-летие где-нибудь в другом месте. Спасибо, ребят. Мне очень приятно. Вы всем мне пишите, что вы меня увидели вживую, что я очень хорошо выгляжу. Мне это очень приятно, ребят. Мне реально это очень приятно. К маю каждый день. Да, по поводу мая уже договорилась. Будет информация. Будет специально... Будем теперь формировать группу непосредственно через отель. Уже есть договоренности. Будут хорошие цены, специальные скидки. И будет для всех удобно. В туре у меня в этом году было самые молодые две девушки по 16 лет. Одна девушка Мишель. Мишель, которая прилетела из Нью-Йорка с сестрой. С сестрой с мамой. Они прилетели втроем из Нью-Йорка. И еще одной девочке было 16 лет. Это Арина. Дочка Сергея и Ольги из Питера, которая прилетает с ними в тур уже второй раз подряд. Плюс у меня еще занимался Даня. Ему 13 лет. Но он очень крупный. Он выглядит очень большим мальчиком. Даня из Питера. Это сын Вики Дуденковой. И еще занимались двое мальчики. Девочки Марии. Вот эта смешная Маша, которая с вами смеет суп с Мария. Они совсем маленькие. Ну, как бы... Вообще-то, если вы одна, то в тур с 18 лет. Если вы одна. А если с родителями, то, пожалуйста, с 16, они за вас отвечают. Вот. И мне очень приятно, когда меня встречают люди и говорят, что... И Линда, Инда, я хочу, чтобы ты была лучше. У меня в мае выиграла корону. Я всегда за. Этот раз вот приехала девочка, которую я звала Мисс Дельте. Очень крутая девочка. Она нереально крутая. Она нереально круто тренировалась. Мои девчонки, которые вот такие вот звезды на всех видео, некоторые из них тренируются плохо. Они вообще, можно сказать, не тренируются. Они ходят, они что-то делают. Но нельзя сказать, что они прям вот отдаются тренировкам. Да? Вот. И это, конечно, их личное дело. Я заставляю всех тренироваться в том плане, что я даю всем желание. Но я не буду к взрослым, половозрелым девушкам подходить. Я могу там щелкнуть по попе. Вот. Да, Рома с Андреем приедут в Кисловодск. Не с самого начала. Там через два дня они, по-моему, приедут. Потому что у Ромы в Барселону, а потом после Барселоны в Кисловодск. И Андрей с ним. Следующий тур в Турции с 1 по 8 мая. А вот. Если крепатура, боритесь с крепатурой. Короче, ребят, ладно, сейчас уже я буду все... Сейчас Алена зайдет за упаковкой. Буду уже закрывать потихоньку чемодан. Хочу еще выйти, 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 выйти. Зачем я хотела выйти? А, купить маме какую-нибудь ночную рубашку. Что-то забыла все маме покупать. Купить. Да нормально, я восстанавливаюсь, ребят. У меня как бы... Ну, я тренируюсь 27 лет. Можно ли финик, если не ешь сахар? Ребят, это очень глупый вопрос. Я не хочу на него отвечать. Потому что не обижайтесь. Не буду как-то ругаться. Просто не хочу на него отвечать. Вот. Потому что глупые вопросы я не на ту тему говорю. Купите мою книгу, почитайте мои посты. Там все написано. Вот. Ну, в общем, еще раз хочу сказать, что очень рада. Цены, ребята, 150 раз говорила. Цены везде разные. Цены зависят от очень многих обстоятельств. От того, когда вы бронируете, например, что касается Пхукета. Если вы заранее покупаете билеты, то это не так дорого. Если вы покупаете билеты накануне, то билеты всегда дорогие. То же самое с отелями. Поэтому вопрос не... Вас на Пхукете очень ждем. Ребят, я обязательно прилечу на Пхукет. Вот. Вот, еще раз хочу вам сказать всем огромное спасибо. Ну, молодые мои люди, мальчики и девочки. Ну, скажите мне, пожалуйста, вы вообще вот нормальные? Ну, с какой радостью я буду собираться в Тюмень? Ну, это вы ко мне прилетаете, если вы хотите. Ко мне люди прилетают из Америки, из Южной Африки, из Англии, из Кипра, из Франции, из Германии. А я вдруг все брошу и полечу в Тюмень. Ну, как вы сами вот думаете, это нормальный вообще вопрос? А потом вы обижаетесь. Потом обижаетесь. Приятного полета. Вам тоже приятного полета. Вот. Еще раз хочу сказать всем спасибо за то, что вы со мной. За то, что вы мне, вот мои болезненные ноги. Этот раз вообще, блин, не загорало. Синяк какой-то где-то посадила. Вообще не загорало. Вообще ни разу не выходило на солнце. Это просто пипец. Тур в Турцию можно будет купить после 5 января. Поэтому какая-то вся синякастая. Вот. Тур в Турцию можно будет купить после 15 января. Пишите, будьте на связи. Телефоны буду все время своего админа выставлять. Спасибо, мои хорошие. Я очень стараюсь. Вот. Буду сегодня молчать. И уверена, что голос будет раньше. Следующий лучше. Пока-пока. Я вас люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok